Продолжение следует... Все удивляются, говорят, какой я богатый стал. Все мне наставили тут. Ну да. Но если Господь благостает, у нас тут с разных городов сегодня едут, которые наши друзья причащатся здесь. Они готовятся. Вот Михаил Кальмаев здесь был, он хорошо вас знает. Он сейчас здесь на исповеди. Ну я вчера видел его, да. А он где живет-то? Тимиртау. Тимирская область. Далеко от вас, да? Да я не знаю, ну конечно другая область, далековато. Но что интересно, Тимиртау в библиотеке, его люди, которые есть, и они разослали попов везде по всем библиотекам издять книги. Волки лютые. А тут пришли, и он начал падать, и они говорят, а зачем это вам? Мы, говорит, бумагу дали Лапкину, что книги будут народ считать и никому не отдавать. Да нет, нет, я ничего. И он сразу смылился. Они себе грибут ужасно. Их убивают уже везде, они еще не понимают. Какое его дело до Мирской библиотеки-то? Какое? Как говорят, какое собачье дело-то? Приходят и вот разбойники. То в воинские части лезут, то в школу. Они до того опротеялись сегодня всем, народ уже прям, не знаю, кипит все на них. Вот будут вспоминать невзор. Он говорит, я не хочу, чтобы вас они с головой снова с колоколем сбрасывали. Да ты занимайся народом, иди благовестуй. Тебя разве Господь заповедал ехать и чужие труды уничтожать-то? Да. Такое бы, вот, видео поснимать бы, понимаете, где? Если вам бы ставят какие-то претензии, или там какие-то у вас конфликты со священником, и вот такие бы видео... Они у нас есть, они в моем, здесь же вот в Ютубе стоят. Мы приезжаем, как они милицию вызывают, как они нас гонят, вот у нас все снято. Ну, это я видел, да. Ну, все. А другое еще, мы сейчас едем-то, мы их и не видим. Это когда мы по тут, по окрестностям своим и ездили, но не больше 200 километров-то. А теперь-то мы по деревням-то не ходим. Мы едем только по центральным городам, по большим городам, по районным центрам. Приходим, знакомимся, книги оставляем, народ собирается, и все. А по домам не идем. Мы попробовали в Белово пойти. Ходили-б, ходили, город-то незнакомый, никто нас не знает. Пришли, назначили в ограде храмовой. Пришли, ни одного человека нету. Ну, а что зря ноги топтать-то? Ни одного не пришло. А так мы приходим на стадионе, собираем в домах культуры. Потом эти люди к нам приезжают, просят приехать уроки проводить. Живая связь. Везде вот так хорошо принимают, где нет попов. Где священники есть, беда лютая. Ну да, конечно, они сразу разбивают тему вот эту всю. И главное, одна клевета дьявольская. Ни одного слова истинного не говорят. И после маленькой наладиста бывают отношения, или через кого-то узнают, а зачем? А не надо, эритики. А какие эритики в чем? А тебе что доказывать? Ну, разбойники. Он ни одного слова доказать не может. Безбожники. У них страха Божьего никакого нету. Ну, не о всех, конечно, говорю. Где мы встречались? Нам попадались вот эти духовные уроды. В полном смысле. Ни совести, ни почтения никакого нету. Стоит молец там лет девятнадцати. И он, ой, 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 как он говорит? Ужасно. Да я вчера только вот с отцом Сергием мы говорили на это. Я же говорю, батюшка, ну, я зашел, говорю, к одному, ему лет двадцать, двадцать один, может быть. Ну, только вот рукоположили его. И он в фотографии стоит на пляже с матушкой со своей. На матушке купальник там чуть прикрывает там треугольнички какие-то на ней. И чуть-чуть прикрывает ее там. Я говорю, батюшка, да ты что же делаешь? Что ты священник московской патриархии и матушку свою поставил на весь мир, ты показываешь. Я говорю, у него были фотографии. И бесполезно, так и не убедил ее. И он уберет, он развратник. Развратник прям, я не знаю, не ошибаюсь. Ну, у Сальмана специальный пляж сделали, со всех сторон огорожили. Охранники, которые охраняют, туда не заходят. Женские. Ни с какой стороны подойдешь. Да еще купаются-то в одежде. Они бледут, а это ничего не надо. Да, они не понимают. Это развратители. Весь мир смеется уже, весь мир над ними смеется, что творит, да? Да. Ну, что можно? Я могу только сказать, что скорбеть и плакать. Больше ничего нельзя делать. Тризну справляет над моей Родиной. И главное сейчас... Они не принимают книги. Ты не принимаешь пророка Иеремии. Но сам-то Иеремия пришел бы, он другим не может быть. Он-то потому пророк, что он говорил, пророчествовал, а который пророк не говорил, не пророчествовал. Это не... его нету просто такого. Молчальников нету. У монахов пророков не было. Раз он никуда не идет. Он обязательно должен кому-то сказать, зафиксировать это. Хотя бы в письменном виде. Ну и пришел бы Иеремия, приняли, не приняли. Или приняли, не приняли. А почему? Ян Златоуз говорит, празднование святому, есть подражание ему. Подражая ему, как он шел, свидетельствовал. Вот так. Я сейчас вопрос еще, я просто попутно делом занимаюсь тоже. Вот страницу о парламенте. Если я буду выставлять вот эти контакты, это точный адрес. Вот на странице, сейчас я скажу, индекс 656-016, город Барнаул-16. Неправильно, переделать. Уже все, мы в другом месте живем, потому что там снос бараков пошел. Так, это мне тогда, вы тогда мне скиньте. 656-056. Вторая строительная полностью вычеркните. Это бараки под снос. Нас оттуда уже, мы туда даже не ходим. Я сейчас забуду тут же, забуду все. Как это сделать? Вам я пошлю тогда и все. И сейчас, напишите тогда потом. Ну да. Вот реквизиты нужны. Так, заход, еще какой вопрос. Реквизиты нужны мне еще, вот, по вашей, где там у вас счет на сберкнижке или где там у вас? Я, хорошо, счет пришлю. Дальше еще что? Ну, пока ничего вот это. Так, а где ваши эти, которые нападали, там Константина и другие, так Владимир или кто? Я не знаю где. Пропали. Они исчезли. Это, может, были какие-нибудь духи темные. Они исчезли, говорит, одна дыра в земле осталась и все. Как вчера, да у меня каждый день новые. Вчера с одной тоже там воюем, вот, фильм у вас стоит. Ну, девочки сидят там, урок проводите какой-то. И вот сидят там ребята, девчонки сидят. Человек, может, 15. Ну, такие все молоденькие, маленькие совсем. Вот, и все таких в одеяниях старооблических, таких русских. Вот, и я вот защищаю там уже около 250 ответов по этой теме. Я вот там воюю. Ну, меня там двое еще поддерживают из вашей команды. И я там с ними вот за все, за одежду женскую, за, за то, что одеваться. Я достойно женщины святых отцов, там 17, привожу 17 цитат целых, прямо, ну, там. И все равно они, одна мне вчера высказывает, говорит, а вы знаете, говорит, как слово покров вообще переводится. Это, говорит, когда бык покрывает корову. Я говорю, ты что, что ты, я говорю, ты совсем плодная, с ума сошлась. Это все поповская отрыжка, вот это Б в церкви. Да, она прям всю, она на фотографиях, там, монашеские одежды ставит. Монашеская. Погнала, так погнала на меня там. Понимаете, они не стыдятся, говорят, стыдятся ли они, делая грех. Нисколько не стыдятся, пророк говорит, нисколько. Ведь они ничего этого сделать не могут. Это люди мирские, они ничем от мира не отличаются. Они безобразничают под именем церкви. И это все попы. Он бы ее такую даже в храм не запустил бы, да пристыдил ее. Все блудницы растут-то, по сорок абортов. А ничего этого он не скажет ей. Питается грехами народа моего, говорит Господь. Всегда стыдливость и целомудрие было. Это не старообрядческое. Это русское, исконное. Ну, Суриков, Репин, это не старообрядцы. Ну, посмотри на его картины-то. Как одеты люди-то? Поленова. Это все художники-то, а синодальные, не староверы. Но другого-то и не было. Что они возьмут? Ну, пройди по иконам. Не так, но ведь не с голой же ходили, с частью тела. И вот сам меня там прикрывают тоже. Это Валентина Саркисон и Александр Мариасов. Это такие они мои добрые попутчики. Все время они меня поддерживают. Так, это люди-то все наши. Которые, вот интересно, говорят, да кто это будет исполнять? У нас все исполняют. Все заходят. И видишь, как они выглядят. Когда люди, не поврежденные умом, видят фотографию, они умиляются до такой степени. Это у нас, это в стране. Это же понятно, целомудренное одеяние. Оно с этого начинается. Это масонное разделе полностью. Гомосексуалисты эти моды дают. Женщины в мужском одеянии ничего не понимают. Они прокляты перед Богом, эти люди. Это мерзавки. А откуда вы знаете, что мерзавки? Ну как, Писание об этом говорит? Чтобы не одевала женщина мужскую одежду в Таразаконе 22.5. Потому что это мерзавство перед Богом. Ни одна благочестивая не выступит. А все такие, которые вот, одна я в джинсах хожу, там, и что меня за этот Бог покарает. Другая там накрашенная, она сидит, ей уже шестой десяток. А она там красная, перекрашенная вся. И вот такие вот именно лезут. Вы не разговариваете с ним. Просто я ее загоняю в черный список и все. Она как ведьма вырвалась из преисподней. И теперь портит все. Я-то вроде с ней веду там уже не один год тоже беседуем мы там по разным темам. И тут вдруг вот за такой, за чистоплотность такую женскую зашел. И тут вдруг она раз и всплывает против меня. То мы с ней шли нога в ногу. А тут благочестие, вот целомудрие, она уже выступает против меня, понимаете. Да кому это непонятно, за что? Это была везде форма. Дрескод называется. Вопрос такой, что ну как ведь уже... Вот они, девочки, они их одевают. Девочку нам нужно одевать, только как она замуж вылетел. Они грубые одежды, не знаю, они на материю своих смотрят и подражают матерям, что им нравится эта одежда. Это развратницы Бэф в церкви, попы их всех причащает и исповедует. И он поп такой же развратитель. Если такие вот подлые, такие гнусные, которые все развращают на своем пути. И какие у них внучки растут, ясно дело, что они в мужской там брюшке одеты, раздеты, что угодно. У меня была племянница здесь, и она устроилась в училище. А потом приходит и говорит, на физкультуре надо одевать там трико. Я говорю, ну как же ты оденешься, ты же христианка-то. Ну иначе меня очистят. Я пошел в училище, с директором переговорил, все нормально. В юбочке, так она и была, как положено, платье. Никто ее не трогает. Я вот хочу сказать, что многие тоже и следят за тем, и женщины, многие прям они вот и согласны, и все. И готовы, но боятся просто, знаете, как выделиться из общества, боятся вот от смеха каких-то. Это вы же общество, стыдитесь моего. Змея ползущая, скажи. Ползают, а вы не можете от них выйти. Почему не боятся тех, которые уверовали во Христа, а их дети такие? Ну, вам на глаза. Вот, посмотрите. Вы же, и главное, думаешь, вот они увидят и скажут, действительно, вот надо делать так. Не тут-то было. И народу нравится этот грех. Они вот, батюшка, у нас все разрешает. Любую одежду он оправдывает. Для этого он кончал семинарию академии, чтобы любую подлянку оправдать. Ни для чего ему грамота-то больше не нужна. Крутить кодилам-то образование никакого не надо. И посты нарушают сплошь и рядом. Как только пост начинается, поползли к батюшкам. Гастриты, артриты. У нас никто не ходит. Все 100% постятся. Все 100% одеты. Если она даже где-то на саду была там в брюках, она должна исповедоваться. Есть еще вот такое мнение сейчас. Очень бытует мнение такое. Это сказал еще, когда был пик вот с этим СНН. Бум такой был. И Иван Кристиан выступил по этому поводу и сказал, что внешне и внутренне ему не может никак вредить. Понимаете? И вот сейчас эту фразу выхватили из контекста у него. И стали эту фразу ее гонять в любые, как говорится, по любой теме. То есть и сейчас мне вот по поводу одежды мне тоже там и доказывают, что внешне никак не может вредить внутреннему. Представляете? Одежда не может повредить внутреннему человеку. То есть она идет вместе в голову, и даже не вредит это внутренне. Как ей повредить? Она мертва, ей ничего не повредит. Тоже правильно. Как ей повредить? Она выброшена как падаль на растерзание зверям, демоном. Я не раздумаю, может быть и вообще не лезть, не участвовать в таких разговорах. А в другом случае все равно у меня совесть, потому что я не буду говорить, я должен говорить об этом. Не надо. Один раз сказал где-то, материалы выстояли, больше не участвуй в этом. Рабу Божию не должно ссориться, написано. Рабу Божию не должно ссориться. Никогда не вступайте в это. Видишь, что он одержимый просто? Отойди от него. У него другая роль. Если у верующих имена записаны на небесах, то у них записаны в преисподней. И он тут у нас пойдет. Видео выставлено на офис-странице. Девочки сидят там на видео. Ну, и мы снимали. Но еще, если бы они там сидели раздетые, тогда бы можно сделать замечание. А когда неприкрытое тело, целомудренно, как девицы должно быть, раньше бы сказали, будут верующие бунтовать. Никакие это неверующие, не так. Это, как в народе говорят, шушуль всякая. Зачем с ними время тратить разговаривать? Она стала говорить, я сразу вижу, что это вонючая падаль, выброшенная на помойку. С ней разговаривать нет, там ничего нету. Совершенно. Любое слово, я отвечаю, так или так, ей разницы никакой нету. Она топчет и рвет, и она не знает. Она всю жизнь пропиталась на помойке. У ней в доме там такой яролаж, такой разврат, в доме притон. Это нормально. Мы для них укор. Потому что на суде Божьем, когда они скажут, это было невозможно, будут поставлены те, которые сумели победить мир и внешне, и внутренне. А внешнее это отображение внутреннее, а не то, что не влияет. Тут и влиять не надо. Что оно будет влиять-то? Оно, естественно, происходит из-за этого. Курю, говорит, я не курю, какая разница? У них разницы никакой нет. А почему? А попух подгоняет под размеры своей матушки. Больше ничего нет. У него такая матушка. Я там у таких был. У них в частный дом печь делать. И приехал тесть. Ребенка сидит, качает, а я печку делаю. Но ребенок-то небольшой. А он под иконами сидит, там курит, кажется, я сейчас не помню, и поет. Мы в бой пойдем, и как один умрем в борьбе за это. Революционная песня. Поповский ребенок. А на матушке, а что там было вчера, там в 17 мгновение. Вот, ну, видно, что хорошая, красивая такая матушка. И она уже условия ставит. Если ты не пойдешь со мной, Ваня, Ян, в театр-то, я в церковь не пойду. Он пошел. Как, говорит, пес на убой. С женой, как говорят, с бабой, ума не дашь. Иди у мусульман поучись. Почему курица петуха слушается? Никогда курица с петухом не дерется. Она убегает только. Вот я голубей держу. Ни одна голубка с голубем не дерется. Она только убегает его. Целуется и убегает. Все извращено. Они, видите, как сейчас противопоставляют вот это мусульманам. Типа мусульмане как-то поперебираются на нашу территорию. Они себя показывают. То, что на своей земле они там никакой культуры нету. Они под страхом, то есть, ходят женщины. Мужи и боятся, поэтому и одеваются так. Ну, даже под страхом. Но делает правильно. А как по-другому-то? Еврейский народ всегда под страхом. И верующие всегда говорят, страх Божий, начало мудрости. Везде. Ты посчитай притчи Соломона 1.7. Начало мудрости, страх Господень. А Серафов говорит, венец мудрости, страх Господень. Где страха Божия нет, Игнатий Бреничанинов говорит, начни сначала. У тебя ничего еще не было. Страх Божий. Игнатий Бреничанинов, в Чечне были. Вы же были в Чечне? Ну, конечно. Только что вернулись, значит, два раза были. Ну, и вот как? Вот едешь, допустим, визуально, так вот, проценты можно. Покрыты ли все ходят? Все. Вот мы были в Чечне все. Если, ну, встретилась какая-то женщина, там, короткая юбка, что? Ну, это, говорит, там русские, там что-то где-то еще. Там 1% русских остался. И все. Нет, чтобы все ходят. Я тоже слышал, что мы все ходим. В Азербайджане не так, говорят. А вот в Чечне... Да, в Азербайджане не так. А вот мы были в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, вот эти вот, в Дагестане. Ну, там много русских, но их сразу видно отделяются они. Ну, одеты, по форме идут. Я говорю, вот, я не забуду, мы были нынче в Болгарии, в Софии. Ну, нынче, это уже в прошлом году. Вот. Она сидит за рулем. Ну, Сергей, только это надо посмотреть было, как она сидит, как она одета, видать, рослая такая. У нее все закрыто, лицо такое. Она с чистенькой улыбкой. Одарила меня улыбкой, я ей показал. Говорю, как это ценно. Вот и поклонился, она заулыбалась. Американские женщины выставили большой материал и говорят мусульманкам, как мы вам завидуем. Как нас изгадили, вот эта мода и прочее-то. Что с нами делают-то? Это женщины, там какая-то организация женщины. Они говорят, мы-то уроды, на что мы похожи. Наши сестры выходят, когда стоят на остановке, а там стоит бабка сгорбатилась в штанах. Но, представьте себе, старуха в штанах-то, она какая? И они разговаривают, ой-ой-ой, как нас изуродовали. Да зачем ты надевал это все? А на нас как-то смотрят, они понимают, что они-то не такие. Представьте, одето, платье длинное, закрыто, все. У нее, не говоря, там грудь открыта, у нее ничего не открыто нет. Их видно, они стоят как голубицы белые во всем. Даже приехал у нас председатель, или директор его назвать, библейского сибирского общества, Булатов Алексей Владимирович. Ну, а у нас как раз молодые на работе были, среди недели, кажется, были. Да знаете, ты, который уже выше 30 лет, одежда так как красит. А он привез с тобой еще американских спонсоров для них, для общества. И они увидели. Но они к нам заходить, а как заходить-то? Женщины, мы дали им юбки, они переодели, сразу же улыбаются, сфотографируются. Какие у вас женщины красивые. Одежда красит. Ее видно, что она не такая. Вопрос таки знают, почему именно выбрали вот такой стиль, а не более такой по времени. То есть, пусть покрываются длинные платья, но почему именно похож такой на 18 век стиль? Почему я не в яме брал пример-то, а наверху? Так 18 век-то сравни с сегодняшним-то. Так 18 век это еще не основа. Более ранее еще есть. Мы вернулись к истокам. И когда говоришь, каноны, правила запрещают раньше 30 лет рукополагать, да попыток на 98% все незаконно рукоположенные. И вот начинают мудрить, это каноны, правила, 6-й Вселенский Собор, 14-15 правила. Что тут непонятно-то? Они нарушители, развратители. Сначала начали вопрос задавать, почему одеты как мусульманки? Я на своей странице выставляю фотографию женщины, одежду, то есть 18 века, и даю ссылку на это. Я говорю, это не мусульманки, это так женщины наши 200 лет назад выглядели. Ну вот скажи, как женщины выглядели? Поставили в фильм «Раскол». Ну да. Вот Досталь там, Николай, режиссер. Ну и как одеты-то? Там все рисунки подняли, все, и все восстановили, как у нас одетая. Эти люди, да вы с ними не разговариваете, им это не надо. Они отнимают у вас драгоценное время. Щелкни ее, и она исчезнет. Сгинь, скажи, сатана. Ну выставил один раз, дальше уже не объясняйте, скажи, другого больше ничего нету. Я вам скину материал такой, вы в него там свои поправки сделайте. У меня там шаблонно. Я отвечаю один раз. Дальше выставляю материалы на сайт, идите, не искушайтесь. И они сразу от меня отходят, идут, куда надо. Я грижу один вопрос, другой. Недавно одна зашла и начинает там, прям видно уже, дуреть начинает. Зачем я должен за ней идти? А она тонет. Златоуз говорит, а ты стой на берегу спокойствия. Я ей сказал. Почему? Говорит, верите, как после первого, второго разумления отвращайся. Что апостол Павел не знал? Да я хочу его обратить. Не обратишь его. Он дополняет меру, которая нужна, чтобы оборвалась нить жизни. У него прописка другая. Он избран для другого. У меня избрание божественное, для неба. Поэтому я все делаю по небесному чину. Вот и все. И на бытие начинается на земле. Я стараюсь тоже на важные темы отвечать. А так по пустякам у меня времени нет, понимаете, этими делами заниматься. Я, допустим, занимаюсь, я это попутно гляжу. Допустим, раз появился вопрос, я прочитал его. Если что-то интересное, то отвечаю. А нет, так я и ничего не говорю там. Мне нет, это тоже. А они сидят, они пришли, и у них пустое. Я говорю, ты мне чем трепаться, давайте работу дам. С Павелами поработай, с текстами. Он с текстами лучше поработает. Для Бога он посидит, чем ты вот языком трепешь. Пустое. Так, Сережа ушел? Вон там, в Сене. А что он там? Ну-ка, позови его сюда, познакомлю я его. Сергей, крикни ему. На грязное там не становись двумя ногами-то. Туда-то не вставай, на коврик. На порог не становай ногами-то. Это у нас уличная область. Сережа, подойди себе, я тебя познакомлю с Сергеем здесь. Парализованный конописец мы подписывали. Потом где-то въедешь, будешь знать. Нет, познакомься. Подойди сюда. Он видел меня. Здравствуй, дорогой. Это хозяин собаки Урагана, который чемпионом России стал. Нет, я же видео смотрю, я его славю его на очередь. Это он увидел наше объявление на столбе, что ведутся занятия в университете. Он говорит, вот обнаглелись, сектанты. Пойду я разберусь, и все еще разбирается. Это сколько лет уже ты разбираешься-то? С 2005-го. Все разбирается. Я сейчас в Одноклассниках тоже объявление написал, что у меня занятия по Библии ведутся, и все сразу секта, секта. А я написал РПЦЗ, Кристалл Зиженко, общество. О, еще и врут, и пишут то, что попало. Да нет, и сайт, ссылку не найдут. То есть, Духа Святого нету. Где Дух Святой, там свобода. Там ложь не проникает. А это лжецы. Господь с лжецами дел вообще не имеет. Он их отвергает. Куда там отцов, святых отцов, цитаты выставляешь, и те пытаются опорощить, и как-то обойти пытаются. Ну, один раз можно сказать, тем более ссылки у нас сделать. У нас такой громаднейший... У нас не море, а океан информация-то. И они буквально лопают со злостью. А что? А дьявол бьет? А не надо. Это хвалился. Это прелесть. Это гордость. Это гордыня. Почему? А вот такой, как они. Меня сейчас этой прелестью там завалили там. И через слово прелесть, прелесть. А я говорю, я какой? Я что это за прелесть такая? Я лежу весь в меня в боли страшной вообще. Какая-то прелесть еще там. А они не знают ничего. Это вот два маленьких там сделал. В мозгах им поп щелит. И ямочку выкопал и туда положил. Прелесть, а на другой гордыня. И они прелесть. Это манткурты. Это я одному пишу. Он мне что-то там написал целый текст. А я ему тремя словами говорю. Поцерковился, окормился, прессился. Все. И так и живем. Больше ничего не знают. И все слова, не церковные даже, не библейские, нигде. Окормят. Ну, открой слова Режа его. Посмотри, окарми, окармляет. Что? Отравляет. Перекармливает. Все. Два значения только. И вот все. Отойди, отойди, Сергей. Опомнись, что ты сладким. Опомнись, у тебя пренщение такое страшное. Опомнись, отойди. Ну, ты им скажи, а взамен вы мне что мне даете-то? Ну, а я говорю, куда к вам отойди? Вы мне на чему научите. Может, новому или так. На моем сайте, скажи, в форуме, во свете Библии, хватит вам пастися всю вашу жизнь. И не прослушать, и не прочитать. Готовое. А я набирал эти книги. В каждую букву купальщиком тыкал. Сереже там помогал. А где стихи, где вопросы-ответы, там только я один работал. Помощи никакой не было. Посчитай, сколько знаков я напечатал. А учитывая, что я печатаю с ошибками, печатаю пять минут, а выправляю семь минут. И хватило времени. Все, которые у меня рядом, и они подойдут, вот что-нибудь покажут мне, ну, маленько не покажут. Что я вручную убираю, что можно там по программе убрать тысячи. Я вручную делаю исправлять. Это вручную делали, а они ахнут, прям присядут. Это невероятно. Я все сделал. У меня было в самом начале, когда я начал, это я тебе говорю, что по секрету всему свету, я не знал там, как людей, что они заходят, друзья лезут. Ну, друзья, я поставил правила, никому не нарязываясь. А потом сам стал уже делать так. А тут на меня почему-то они пошли. Как их классифицировать? Что за люди-то? Потом я стал смотреть биографию, там, что у него видео есть. А то, нет, этого я не знал. Я их принимаю. И принимал много. Прошло неполный месяц, я принял 60 тысяч. Друзья. И вот они появляются новые-то. 60 тысяч и первые-то. И среди 60 тысяч новый, я его узнавал, что это новый. Вещь невероятная. Я когда посмотрел, это 60 тысяч, я их узнаю, кто-то сей-то еще не принимал. Так он уже был, он ушел, по другим именем подошел. Это вообще невозможно даже. Это Господь все так и так делает. 60 тысяч. Не 6, а 60. А почему? Я люблю Бога моего. Он мне дал вот этот вот аппарат, думать, я думаю. Они считают, нам нельзя быть вместе. А я считаю вас другом, братом искренним. Вы вошли в нашу жизнь, молитвы. Пошел по трем статьям. Работающий по интернету, болящий, добродеющий, там, собирает что-то. У меня-то по отдельным группам. А вы вошли в три группы. Один человек у меня такой только. Вот и все. У меня сейчас он тоже часто стал я замечать. Знаете, как, видимо, люди смотрят, что я с вами, вот, и уходят от меня. Вот, уходят, а потом через некоторое возвращается время. У меня даже с историей. Начинают исследовать, видимо, и по видео, по всем делам, по сайтам и возвращаются. А они не знают православной веры. Ее не нюхали. Истинное православие люди могут узнать только из Библии, только из творения святых отцов, только из канонов и жития святых. Вот четыре параметра. А у них ни одного нету. У меня все книги написаны в четыре параметра. Вот они удивляются. Как вы жития знаете? Ну, как же не знать-то? Я их насчитывал, симфонию составлял. А потом составлял сопроводительные документы на три размера пленок. Это каждый раз я должен заново прометеливать. У меня интересно, симфонии на неканонической книге вообще я в глаза не видал. Ну, я другими делами занимаюсь, и что-то из памяти уходит. Где эту фразу? Я ее не знаю. Ну, не знаешь, симфонии нет. Как ты найдешь? Так поисковиков, интернета не было. Я сажусь и заново считаю 11 пик. Как я могу не знать, когда их... Я их считаю, по неволе я знаю. Повторение, мать, учение. Я говорю, ты сколько раз прочитал Библию? Да ни разу. Как же так ни разу? Есть люди, которые каждый год считают Библию несколько раз. Раза три. Я приехал, у меня тот брат, Виктор Савченко, который с нами ездит, он везде там есть. Учитель Потеряевский. Я прихожу, он говорит, у меня сегодня праздник. Я говорю, какой? Последнюю главу Библии считай. Вечером начну опять по новой. Да вы найдите среди этих людей-то. Когда каждый день новый завет мы считаем с толкованием блаженного фифилакта. И с рассуждением-то. Вот это православие. Так можно диск, там маленький такой, совсем маленький магнитофончик, там на диске-то скачай, на кухне сидишь, картошку чистишь, я с тобой рядом, я всем говорю, я вас никогда не покину. Я буду с вами. Даже если я уйду с этой земли, я буду оставаться с вами. 50 книг аудио по всему миру растащили. Тут интересно один, который-то, Горюхин, или как называется, два. И они Библию критикуют. Но критикуют так как-то, прямо считают. Авраам, а чего он Авраам-то? Чего он додумался-то? Ну, и дальше. Ну ладно, нам сейчас хорошо, нам помогает Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович, считайте дальше. Я мой скопированный, что я насчитал в интернете, и нигде не щелчка нет, ничего я считаю. Ну так, Игнатий Тихонович, ладно, дальше мы сейчас объясним, что такое. Я посмотрел в одном, другом, третьем, посмотрел, у-у-у, так они уже не один год ведут занятия, и каждый раз говорят. Вот он считает, Игнатий Тихонович, бесстрастно. Вот мы с ним сейчас работаем. Або люди слышат, а они толкуют-то не по-православному. Ну, я говорю, я что могу сделать? Я не могу сказать, что бери-не бери, оно открыто для всех. Библия-то тоже считается, и правильно, и неправильно, и еретики ее держат, и разные люди. Вот я любому скажу, скажите, любому скажу, вы президента своего, как-то маленько, хотя бы чуть-чуть, держите во внимание, что он должен спасение иметь? Какое спасение там? Вот, а я имею. Вот иду по городу на Ленинском, и вижу представительство президента Российской Федерации. Ну и что? Ничего, я поднялся по ступеням, зашел туда, поговорил. Я говорю, я в газете недавно считал, что Владимир Владимирович говорит, у меня, говорит, Библия есть. Я бываю в полетах, где лечу, и имею возможность посчитать. Я говорю, он ответил, имеет возможность, но считает или нет, он не сказал. Он КГБ, он хитрый такой. Ну, я говорю, у меня насчитано, вы могли бы ему переслать? Я с этими, пришел с дисками. Ну, вы сами пошлите, это же приятно будет ему. Так можно, можно, они мне дали там адрес, все. Я ему послал трехтомник, вот этот Красный Новый Завет, для Слова Божия нет ускорств, к искреннему православию, и приложил диски. Ответ с администрации пришел, благодарят. Мне особая благодарность пришла от Рамзана Кадырова, от Лукашенко Александра Григорьевича. Ну, вы поищите среди тех, кто около вас. Скажи, это год, 2013-й. Вы бывали среди такими людьми? Чего вы судите? Что вы ничего не знаете? Я вас не сужу, я только могу плакать о вас. Это горе вам. Господь сказал, Евангелие от Яна, 5 глава, 39 стих. Исследуйте Писание. Это повелительное наклонение. Исследуйте. Ибо вы через них, через Писание, думаете иметь жизнь вечную. Они не думают и не хотят. Запятая. А они, эти Писания-то, свидетельствуют обо мне. Исследуйте. А не о Христе, любимом моем свидетельствует. Им не надо, они Бога не любят, ни себя. Чтобы любить ближнего, сначала нужно полюбить самого себя. Если дается проект, ты должен строить дом, и дается чертежи, вот как этот дом через дорогу. Вот такой и строить будем. То есть, через дорогу уже построили, его можно посмотреть, обмерить, если чертежей нету. Ну, а как по-другому-то? Как любить ближнего, как самого себя, когда ты не знаешь, как себя любить? Ты от себя, от всяких лишнее не нужное. Даже в питании, в одеянии, ты во всем должен быть христианин. У христианина все должно быть иное, златоуз говорит. Иное. Ино бытие начинается на земле. А зачем священнику вот это ходит в подряснике? Зачем им это нужно? Не риза, в подряснике, в подрясник еще есть. Зачем нужно ему? Вопрос стоит. Они не могут, монашка, какая бы ни была послушница, посмотри, малый постриг, великий постриг, Несторова, посмотри, как одеты идут. Эта картина, я поместил ее в нашем издании трехтомника с блаженным феопилактом. Посмотри. Я вот сегодня выставил этот ролик, вы его посмотрите, когда я считаю, ну просто под ЖЖ, Кураева, там отзывы где-то, и они ропчат. Я их взял во внимание, теперь им отвечаю. А они, во-первых, свой адрес никогда у Кура не получат. Почему? Они такие, как они против течения, не могут создать течение. А у Алексея Толстого был такой поэт, он говорит, братья, гребите, други, гребите, и создайте встречное течение. У него хорошее стихотворение есть. Вот. Я стараюсь это и делать. Не надо смотреть на людей. Их мнение ничего не значит. Я был в храме сегодня, я вдохновенный, недавно причастился, а мы, говорит, праведник смел, как лев. А нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится. Где он, Константин? Где Владимир? Их ни одного не найдешь. А мы за это время тут сколько их встретили? Да и отзывов-то я ставил сегодня на свой форум в тему Кураев. Там, какие отзывы-то? Отзывы там очень хорошие есть. Андрею Кураеву говорят, если такие люди за вас, как Лапкин, заступаются, вас никто не одолеет. И вам это полезно, что вас, Игнатий-то говорит, что вас сняли с должности. Вам это полезно. А не то, что я сказал, они прям в ряд пунктами выставляют и ему говорят, Кураеву-то. Вот так. Да, людей много. Я смотрю, не просто много, но есть люди там уже на этом, на ЖЖ. Есть такие прям и заинтересованные люди, и прям такие хорошие есть. Я многие его выставил, ну на своем форуме. Там я не знаю сколько, но много десятков. Прямо замечательные отзывы. Этот дед-то, это бриллиантовый камень. Его распиливать нельзя и не знаю, что с ним делать. Вообще здорово как. Я только маленько ориентировался, что дедом назвали. Там же в основном москвичи вот сидят на этом на форуме в ПЖ. И я что, говорю, вас еще не знает никто вообще. О вас люди не знают. Это, я представляю, что будет, когда начнут узнавать люди, а с помощью этого форума пойдет, я имею в виду Кураевского, пойдет большая молва. Но главное, что все под какими-то один или два только по-русски имена, а какие-то бриллиантовые ставят зашифрованные, как будто их арестовывать собрались. Я могу сказать, что мне приходилось в прошлые годы писать генеральным секретарям партии собабличительные письма в ООН, но организация все-таки, в Горком, Крайком партии, везде, и везде были какие-то последствия. И ни одного, ни одной бумажки за всю жизнь я не выпустил без подписи, своей, без обратного адреса. Меня этому научил патриарх Тихон. Дзержинский видел в нем, говорит, достойного соперника. И мне ни разу не было плохо от того, что я это все записывал в дневники, а дневники попали, когда меня арестовали. И ни один дневник мне не повредил, а только помог. Он, говорит, весь открытый, как стеклышко. Меня исследовать не надо. Он сидит со мной, следователь, забыл даже, что я заключенный. Сидит, ест, я вижу, что-то у него вкусное такое. Ну, я-то заключенный. Он когда съел, ой, я забыл, да это ваша жена Надежда Васильевна вам послала от сердца. При мне съел. Он забыл даже. А что там? Орехи грецкие, перекрученные с медом. Ну, мне для сердечной мышцы-то. А он сидит, я даже поверил ему после этого. Да да ладно, я говорю, Владимир Кузьмишин, с кем не бывает-то. Он забыл, что я зэк. Одна женщина там была, ее звали Эльза Кох. Такая была в фашистском лагере, она там учила-то. Ну, маленькая такая. Ну, до того она въедливая была. Как только к следователю идешь, она тебя сама обучит на 10 раз. Ну, это так. Ваше время она была, я знаю. Ну, В нашей тюрьме была. это ее звали, как прозвание, Эльза Кох. А, я... По образу той, которая в Освенциме была. Я думал, неужели так? Да нет, нет. У нее там, хорошая, она, Михаила она там была, допустим. Но, мне говорят, ее, говорят, боятся все заключенные. Она меня ведет. Я на повороте перекрестился, вздохнул, верующий, я говорю, да. А вы, случайно, праздники не знаете, когда? Праздники, а какие? Это, мне главное, я знаю, сейчас спрашивают, мне надо разговор затянуть маленько, чтобы... Она говорит, да я хотела бы узнать, там, Пасха какая. А я ждал, что меня арестуют. Я все церковные праздники заучил на память на 20 лет вперед. На 20 лет, представь себе, вы найдите одного папа, чтобы он знал-то. Они говорят, это все знали? Я говорю, а что же не знать-то? Это у меня вот эта шалабанда. Я их запомнил, а когда пришел в тюрьму, бумага была, там бумагу можно иметь, я это все выписал, я ее сразу из кармана вытаскиваю и даю. Вы посмотрели, какая она. Внесеть еще нельзя. Следователь принес мне чесноку, луку, там, что-то еще. Я по карманам расставал, и когда вышел, ее опять вызвали. Она меня из кабинета вызвала. Я говорю, знаете, следователь мне дал чесноку, луку, и там вот таковое лекарство дал. Жена передала. Ну и что? Так я слышал, что нельзя. Да почему нельзя? Можно. Она разговаривает со мной, как будто бы я не заключен. Я увидел, она такая сердечная женщина, такая прекрасная просто. И она мне не торопится вести, а на поворотах, где нет, она даже приостановится, вроде биовому щищу. Я ей столько рассказал. А я сижу и переписываю там кратко, как обратиться, уверовать во Христа. Ну написал 15 этих. А как передать-то? Ты же сидишь. А когда выводят тебя, там, на самом верху, на крыше, выгульные дворики, выгулашные, а сверху там громадной решеткой, такой толще пальца арматура, затянув там, по стене ходят охранники, тебя смотрят. Ну, куда девать-то? Мне надо, чтобы кто-то просчитал. Я найду там, а внутри, пошукатурено, называется под шубу, такими вот наростами, наростами-то. Ну, бывает между наростами, там, к маленькой ямочке. Я туда ее, бумажку. Ну, пространство-то одно. Я их толкаю, где, дорога где-то посмотрю, там, сумму. 15 раздал. Вернулся, проходит сколько-то времени, меня вызывает РОР, режимный оперативный работник. Строгий такой бражников был, ну, бражник настоящий-то. Гляжу, у него на столе 13 моих записок лежат, они их все нашли, и все ему отдали, и теперь он со мной разборку делает. А там только божественное. Вот. Что ты тут делаешь? Ну, я думаю, две-то не нашли. Я думаю, о своем, а он о своем. Вы что тут агитацией занимаетесь? Да мы... Я слушал, слушал его, потом возьми, да ему скажи. А что вы так это, сильно-то на меня-то? Я ничего, устав не нарушил нигде. Как? Не нарушили? Я говорю, а вы еще коммунист, да? Я говорю, у меня стихотворение вот написано. Христос воскрес. Придет, пойдет КПСС, там, так, Христос, как он разошелся. Да вы думаете, о чем говорите? Мы вас гноим здесь. Я говорю, в Библии написано, Господь, говорит, передо мной поклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Это что? В Библии так написано? Я говорю, да. Ну, тогда, наверное, так и будет. Сила какая Божья-то! Что я сказал, КПСС пойдет, он согласен. А когда я подтвердил Слово Божьим, он сразу согласился. Я испытал в жизни великую силу Слова живого Бога, живое Слово, оно живое и действенно. Пусть которые к вам приходят против, порадуют людей этой радостью. Я всем людям это говорю. Я это испытал. Я видел, как преступники каялись. Каялись во всех тюрьмах, где я был. Я прошел торжествующе. Мне есть чем хвалиться. Не от меня это зависело, не от грамоты моей, а от моего Бога. Когда я раньше ездил в поездах, берем-то только в общем вагоне, сразу купе полное, потом коридор полный, соседние купе полное, я стою поближе к выходу, чтобы громче говорить. Не могут ни проводники, ни кто пройти. Все закупорено. Народ жаждал. Мне брат как-то посмеялся, люди долго слушали-то, но проводиться-то там продает там эти посельные принадлежности-то на пятый раз-то. Они, когда пошли, она уже закрылась, снова говорят, смотри, твои прихожане-то неприкаянные по вагону ходят. Ну и правда, ложиться они. А мне я никогда не беру чужим бы. Я всегда иду со своим одеялом. Укрылся, таковский был. Твои прихожане, говорит, ходят по вагону-то неприкаянные. У меня много было интересных моментов и все благодаря тому, что я христианин. Все-таки вот сейчас говорили о Библии, да? Да. Что вот даже он коммунист такой ярый, а все равно вот у него ведь заложено такое вот понятие, что Библия это естественно, да? Да. Сейчас ведь в людях нет такого уже Библии, да Библия. Раньше вот все равно и внушалось, ведь как-то и с кровью передавалось вот это молоко матери вот это. А как же это уже не вернуть наверное вот это все? Ну я не знаю уж, хуже общества, чем в тюрьме, трудо найти. Ну да. И я разговаривал с людьми, которые были исповедники, как отец Глеб Якунин, Зоя Крахмальникова. Я встречал людей. Я встречался с начальником тюрьмы, которая ухаживает. И говорит, мы никогда не встречали такого, как у вас. Никогда. Один говорит, я шестой раз сижу, такого не видал. В камере, где сидим мы, приходит офицер, китель снимает и садится, приходит со мной побеседовать. А вечером с 8 до 10 камера открыта, а тюрьма три этажа. Охранники сходятся к нашей камере, камера открыта. Ну, камера-то небольшая, там 70 человек. Ну, это 70 мужиков. и уже три человека нашлись, которые не курят. Пахан главный-то, он им допуск к моему телу. И сам рядом стоит. Так, начинается урок с 8 до 10. А они моют руки, попеременно считают. Я толкую, и каждое слово притягиваю на сегодняшний день. А охранники там стоят. Температура такая, что это замещают в гунин, в управлении, там вверху, что ни одного захвата заложника, какой-то климат в тюрьме создался такой. Что там происходит, спрашивают-то? Да у нас тут поймали одного, он занимается с нами. С заключенными. Вот утром подходят и заключенные и говорят, батюшка, я говорю, я не священник, да ладно, папа и в рогожке видать, потому что ничего прятаться-то. Вот вы ночью встаете, а встаю всегда в 4 часа. Здесь я в 4.40, а там в 4 вставал. Я одного дня не проспал. Без часов свет не гаснет. И говорит, вчера ночью с вами 7 человек сзади вас становились молиться. А я ни одного не видел. Я не оборачиваюсь. А можно мы с вами сегодня тоже станем? Я говорю, так вы, наверное, курите? Батюшка, мы сегодня ночью все собрались и решили уничтожить весь табак здесь. Они его собрали и в туалет спустили в воду-то. А утром-то курить охота. Некоторые крепятся, а некоторые стали матрас стеребить и вату дымить ватой. Вата-то вообще не выдержали прямо. Ну, пятеро остались. Пятеро бросили. Но это везде от всех такое бывает. Господь говорит, не хотите ли вы уйти? Я их не зову, не приглашаю. Сами просятся. Вот и все. Почему? Живая вера, живое слово, живой Бог. я испытал великую силу любви Божией и великую возрождающую силу Святой Библии. Вот и все. А как вы знаете, я занимался, а вы в это время за девками бегали. Вот наша разница где-то. Вы времени туда ребята делили. Но что интересно, вот я сижу в камере, второй преподаватель второй группы космонавтов, представь, космонавтов, Лозин Анатолий Максимович, начальник высшего мореходного училища был, этого, авиационного. А в другой во главе директоров шел там секретарь партии, он за паровозом главный был, главный рыбак Алтая, у него все космонавты там все приезжали. Я начинаю им говорить, ну разговор-то идет со своей Библией там, мало еще, бумага все терпит. Назавтра опять, я говорю, ну в Библии так сказано, ты то ли у тебя мозги отшиблены, ты что сам-то не думаешь-то. Я опять, три дня прошло, они вопрос задают и сразу говорят, знаешь, у нас тут вопрос, пока вас не было, я на допросе был. Вот мы разговаривали, скажите, а что там в вашей Библии про это написано? И с этого дня они уже не говорят, что написано, а сами спрашивают, скажи, а что там написано? Уже выписывают. Вот и все. Я знаю эту возрождающую силу. Подпольные христиане и ПЦ назывались, истинно-православная церковь. Одновременно оттуда пришли 32 человека. В моем доме они паспортов не имеют, детей в школу не пускают, пенсии не получают, ИНН тогда не было. Но в моем доме они получили такое наставление, что вышли из подполья, пришли в храм Московской Патриархии, поехали к архиерею Гедеону Докукину, архиепископа Новосибирска Малтайска, и их утвердили в том чине, в котором были монашеские. Недавно одну из них хоронили. Она была Раиса Шишкина, Раиса Владимировна, а там ее, когда она приняла там другой щин-то уже, больший там, великий постриг-то, она стала Иннокиня Варвара. Иннокиня в моем доме она пришла. А потом с хи, там монахиня Иннокиня Ксения пишут биографию, а меня не поминают нигде в ее биографии в церковной литературе. Я говорю, она не полная биография-то. Она из ДПХовца. Да вы что? Ну да. А как она стала в моем доме? Вы никак меня не можете вычеркнуть, я ее отец. Она в моих книгах упоминается. Они боятся даже слово помянуть. Ну, идут на подлог. Эти люди-то детей в школу отпустили, они в подземне не закрылись. И ко мне сразу же приехали из КГБ местного, Алтайского, Биденко Александр Семенович, майор. Что интересно, он станет генерал-майором в охране Путина. Они на мне такие звезды получили вообще. Там все КГБ после мне говорили и говорят, ой-ой-ой, сколько на вас тут повышений-то было. Почему? Евраг все открыл и они меня решили забросить в Тайгу, в Красноярск, где там Лыковы. А я говорю, нет, я не поеду, вы меня дорогой сбросите где-нибудь, чтобы я с ними потрудился, чтобы они настоящими гражданами стали. Да нет, я не рвусь, где найдутся, не поеду. Я им прямо говорю, вы меня дорогой ухлопаете. Приубить Лыковых, приубить вернуться. Ну, нормально, вот эта жизнь, это граждане Советского Союза. Он спрашивает, кого переманить-то обратно? Лыковых или кого? Да нет, там старобрядцы живут. Там, в Тайгу. Я знаю, я знаю. Чтобы они стали настоящими гражданами, они прячутся. Нас хотели послать туда как этого, как диверсанта, да, такого? они приехали ко мне на работу, я называю, кто это, и меня встали туда. А курировал-то подполковник Нихулин Юрий Михайлович. Я могу сказать, один из лучших интеллигентов, каких я встречал в жизни. Кроме доброго слова, я ничего не могу сказать. Он на Черной Волге со следователем приехал, и меня из тюрьмы посадил, но я встал на колени, я говорю, мы будем сначала молиться с женой на крыльце тюрьмы. Он стоит, ждет, привез домой и говорит, я вашей матери обещал, что вас привезу. Вот какой человек. Это Бог делает. А в Библии написано, когда в пути человеку угодны Богу, то и врагов его примеряет с ним. Я это испытал. Я верю, что каждое слово Библии, оно живое и действенное. А люди, которые, ну там, говорят, ну на меня что-то они говорят, ну что я могу сказать-то? Ну, фаррик, ни одного слова нету, а которые правильно говорят, ну они читали, слышали, видели, а я была там, да не дай Бог, да там лапкин. Ну ты сказал, я была в потерях, я это видел, а не дай Бог встретиться, не дай Бог на него быть похожим. Это фразы. Ты конкретно назови, что я у тебя отнял, украл, направил куда-то не туда, обозвал тебя. Они ничего не могут сказать. Ну как, я на суд пристал. Слушай, господин судья, а он говорит, мы, ты, ты, вы. Ну ничего и нету. Вот ко мне тут и идет, сейчас я его выпущу. На видео звонок. 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 Алло. Ну, значит, мне сообщил тут администратор, Кураев Андрей, выступал вчера и говорил про меня. Представь себя. И люди-то, которые вначале против говорить, а он-то говорил, они пришли, раскушали и совсем другой климат создал. Я говорю, так я там новый ролик ему поставил-то. Это надо зайти в его живой журнал, и там, наверное, на шестой странице. Они, говорят, текстовой выставили даже. Но я сегодня ролик я составил, я похвалил модераторов, что вы, ну, не спрятались, а выставили этот ролик-то. От него все началось. Видишь, как Бог делает, страдняет. А почему? Потому что молимся. Молитва. За нас очень и очень многие молятся. Молятся, молятся архиереи, священники, православные, сектанты. Даже иритики молятся, и мусульмане молятся. Потому что мы несем великий мир великого Бога, Иисуса Христа. Примиритесь с Богом. А это вот обзывает друг друга, этого нельзя делать. Я сказал, одна, говорит, вот это вот, лапки сказал, я в афоризму записала. Когда молятся человеки, то ругать его не будут. Если я молюсь, как я могу Невзорова поносить? Или, там, Стерлигова Германа. Он в моей молитве, как Горбачев. У нас приезжал однажды Карен Геваркян, режиссер. Ездил с нами на благовестие. Его уже сколько, я не знаю, сколько лет нет. А он как будто рядом, я каждый день за него молюсь. Вот и все. Молитва. Молитва это знак любви. Высший. Готовность отдать жизнь. Вчера только с отцом Сергеем над тем беседовали, как все-таки Господь устраивает все каким-то чудным образом. Кто не знает вот этого всего, кто тому и равнодушен к этому. А я вот в это, я вот в эту хорошо попал, я вот в этом борюсь во всем. у меня у меня глада налога была не сам происходит. Вот, Сергей, представь себе, ну я просто так говорю, кто-то бы раньше запечатал письмо и сказал, мы тебе дадим прочитать, то твоя будущая жизнь как будет. Ну, маленько не все доскажем, чтобы ты не сильно дрожал-то. И сказали бы, вы сайт создали, сайт-то я, хочу, чтобы другие знали-то. Я говорил, что если бы встретились с Путиным, и он бы был мой дружок, и спросил бы, ну тебе что-то надо, что-то. Я сказал, среди своего народа живу, у меня все есть, ни врагов нету. И ничего не надо. Ну, одно дело надо, но вам, наверное, не сделают. Ну что? А всегда думаю, денег просить будут. Да нет. Наш сайт сделайте известным каким-то образом, чтобы люди про него узнали. Мне не важно, придут ли придут, это от меня не зависит. Но чтобы знали, что есть сайт, который отвечает на тысячи вопросов во свете Библии. И вдруг кто-то сказал бы, я пошлю к вам другого человека, не президента, а духовного саня. Но только он должен будет претерпеть за это. А как претерпеть? А вот друзья, профессора на него ополчатся, а и он будет помогать. Я бы сказал, быть того не может. Но вот так и пришлось. Понятно? Вот у Бога все зашифровано, чтобы мы не сильно, говорится, боялись. А если бы ему сказали, вот такой есть человек, и ты пострадаешь от своих собратьев, а это тебе на пользу будет, и ты будешь помогать ему, ну, я думаю, тоже бы удивился он. Да. Одна женщина и говорит, познакомилась, узнала про нашу деревню, плавала, ой, как она обрадовалась, она зашла, это, все это пишет. Она говорит, ах, ох, я уже, говорит, лет 13-14 во сне вижу. Прямо я, сон повторяется, беззывая. Вот есть люди, которые все верующие, так вот одеты, вот все по форме у них, и какой порядок в церкви, и все, главное, православные-то. И вижу, как дети ходят. Ох, нигде этого нет сегодня. И вдруг я вас нашла, и говорит, как будто я все эти годы была с вами. Понимаете, ей на сердце это было положено, и она ждала. Меня, когда положили на операцию, на позвоночнике делали операцию, тяжелая операция, я уж не могу сравнивать с вашей болью-то, но вы резали все равно. И я бессознательно лежу, и в это время вдруг, я вижу, я нахожусь в нашем лагере. Никакой боли, ничего нету. И вижу, мои ребятишки сидят, солнечный яркий день, они на лавочках, как-то на скамейках сидят, и вижу, светлые-светлые юноши в белом одеянии ходят, им что-то показывают, учат их. Я до того удивился, думаю, у меня воспитателей таких никогда не было. И когда очнулся, как будто ничего не видел. Вот так. Хорошее видение было. Под ножом. Да, у меня были, я знаю, что это такое. Я вижу, что знаешь, улыбаешься. Ну вот так. Вопросы есть еще, Кея? Да какие вопросы? Вы мне вышлите вот эту вот... Сейчас вышлю. Значит, вы выжили адрес и данные Сбербанка. Два вопроса, да? Ну да. Остальное скажете. Ну отпускай меня, брат. Да, все, Игнать, тихо, тогда увидимся еще. С Богом. Ладно, с Богом. Благослови тебя Бог, чтобы ты перенес все страдания. Ты получишь полную награду там. От Господа. Как нас Бог сроднил удивительно. И даже трудно поверить, что месяца два назад я о нем еще не знал, не слыхал даже. Понимаете, какое оживотворение от него получаешь. Вообще. Давай скачиваем сейчас. Я сразу поставлю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok